Даниэль Карамье после победы над Дереком Льюисом сделал заявление касательно продолжения своей карьеры. «Я понятия не имел, как мы собираемся объяснять то, что я чихнул и повредил спину перед боем с Льюисом», – сказал DC. «Это старость, и 2 марта 2019 года может будет мой последний поединок». Ну вот, друзья, наконец-то состоялся анонс поединка Флойда. Только пока что не совсем понятно, по каким правилам пройдет бой. Итак, экс-чемпион мира по боксу Флойд Майвезер-младший проведет 31 декабря поединок в рамках шоу «Райзинг». Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции в Японии. Соперником Флойда станет 20-летний японец Тенси Насукава, имеющий, кстати, хороший послужной список из 4 побед и ни одного поражения, и это только в ММА, а 27-0 в кикбоксинге. На мой скромный взгляд, это достойный рекорд. Но есть одно большое «но». Насукава существенно уступает Майвезеру в габаритах. Он на 11 см ниже ростов и выступает в весовой категории до 56 кг, тогда как Флойд с 2005 года не опускался ниже 66 кг. И есть еще одна оговорка. Как сообщили на пресс-конференции, окончательные правила, по которым пройдет поединок, еще не определены. Ваше мнение по этому поводу пишите в комментариях. Экс-чемпион Юсиф Полу Леха из своей категории Жозе Альдо считает, что не нужно наказывать Хабиба Нуромагомедова за действия после победы над Коннором и Грегором. «Я понимаю реакцию Хабиба», – сказал Альдо. «Это не его вина. Его не следует винить за эти действия, потому что UFC позволяла Коннору делать все, что пожелает и в прошлом, и здесь, в Нью-Йорке. Так что это не вина Хабиба. Никакого отстранения не нужно». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!